Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в нашей туристической передаче посещение тисо-самшитовой рощи. Которой самшита уже, видимо, нет. Представляете, короче, этой рощи там 2000 лет росла себе роща, никого не трогала. 400 видов растений взято под охрану ЮНЕСКО. И тут, и тут, и тут, когда... В Олимпиаде готовились и завезли какую-то заразу, которая уничтожает, поедает, короче, эти деревья самшиты. И все, на 2019 год уже его практически самшита этого нет. Весь самшит сожрала какая-то итальянская самшитоедка, блин. Представляете, из Италии завезли какую-то хренатень и все сожрало. Вот так вот люди. Люди это обредители номер один на этой планете. Похуже колорадского жука. У нас все. Мося, краткую экскурсию, пожалуйста. Мы сейчас направляемся по маршруту тисо-самшитовой рощи, видимо, по малому кругу, потому что по большому кругу мы не готовы. Ну да, кто-то аж в шлепках пришел. Ты мне сам сказал, иди так. Но они тебе просто подходят под твой лук сегодняшний? Да. Надо идти с бутербродом, с кроссовками. Цитирую, как нам тетя надходит. Семь километров куда-то нужно карабкаться, поэтому нужно идти по малому кругу, там типа попроще. Там бетонированные дорожки и можно ходить. Красиво, природа. А если вы соберетесь идти по большому кругу, то берите бутики, хорошенько обувайтесь и вперед. Я вижу ягодки. Ягодки? А, это веет. Кто? Шелковец. А, так налетай. Масюля, она же такая у меня. О, ягодка. И сожрала. Это частое явление. Она сожрет какой-то кактус, вечно сожрала где-то в Крыму, я помню. А я потом хожу и переживаю, думаю. Считаю, там, так, два часа прошло, и все живая. Нормально. И еще живая. И еще живая. Так, все, нам туда. Масюля, что у нас же фармацевт-провизор. Она все эти растения знает. Они даже собирали, ездили в Карпаты, собирали растения для гербарий, для защиты какой-то. Дипломной работы, да? Для курсовой? Нет, мы же дипломную работу написали. Ну, защищал каждый. Своё задание было собрать гербарий. Прискиньте у них задание, собирать 5 килограмм черенков черешни. Вот этих вот именно палочек маленьких. У меня было на одной практике, нужно было по фармакогнозе, и мне нужно было все виды соцветий собрать. Ничего себе. Это было сложно. Ничего себе. Все такое брошь, все какое-то аутентичное. Это такая первозданная природа выглядит. Хоть фильм не снимай, да? Ага. Это же подсказочное такое что-то. Прикольно. Гляньте вообще какой проход. Оп, и все, и куда-то уже по деревянным ступенькам. Мне кажется, здесь просто прорубили скалу. Прикольно. Вот тут классная фотка должна получиться. Говорит, давай ты снимешь, как я тебя так поднимаюсь сексуально. Прикольно. Ты не должен был этого говорить. Прикольные такие проходики маленькие. Ну да, здесь, конечно, и это типа уже протоптанный маршрут. Удобный. Здесь можно ходить комфортно. А вот есть вообще какие-то там очень жесткие маршруты, где нужно только в кроссовках. Да, там. Ягодки какие-то как земляничка. Мася, не ешь, ладно? Кстати, вот здесь начинается уже большое кольцо. Это 5 километров дороги. Да, вот туда куда-то уходит. И там уже прям бездорожье. То есть туда нужно прям снаряжаться. Кроссовка. Да, в кроссовках с бутербродами и со всеми делами. А вот туда это малое кольцо. Я не знаю, сколько там метров. Ну вот туда, в общем, там удобно, комфортно. Вот такие вот дорожки. Ну там вроде бы где-то 3 километра. Ну, короче, смотря на что вы рассчитываете, так и одеваетесь. Вот видите, даже здесь есть вывеска. Женщинам нельзя. В туфлях. Женщинам в туфлях? Да. Сексизм. Куда идти? Туда? Туда. Это тот самый тис. Тис ягодный. Да, это то, что в этом заповеднике преобладало. Тис и самшит. Да. Ой, смотрите, птички так поют. Прикольно. Хвойное вечное зеленое дерево растет очень медленно, но при этом отличается большой продолжительностью жизни высотой до 30 метров, достигая в диаметре более полутора метров. Древесина тиса обладает исключительной эластичностью, что сделало ее идеальным материалом для изготовления длинных англоских луков. Луков торговля тисом для этих целей была настолько интенсивной, что привела к исчезновению взрослых деревьев на территории Англии уже к 13 веку. Как познавательно. На Кавказе произрастают отдельными деревьями в широколиственных и хвойно-широколиственных лесах и небольшими рощами. Встречается от приморских лесов до 2400 метров над уровнем моря. Масюля, спасибо за минутку, познавательную минутку. Несмотря на то, что мы одеты и обуты не по погоде, не по природе, мы пошли все равно по большому кругу, по большому кольцу. Посмотрим, если там все очень сложно, то вернемся и пойдем по малому. Вот видите, здесь уже начинается большое кольцо. Здесь уже не тропинок, ничего, просто насыпь. Везде опасный участок, камни и все дела. Дальше какая-то балка глубокая, 400 метров. Скорее всего, там будет красиво, но дальше мы не пойдем. Вот на 400 метров максимум и обратно. Древняя тропа. Слышите, как тут чирикает? А мы тем временем уже приближаемся к какой-то Буковой поляне. Не собирались вообще так далеко идти, но походу все-таки мы идем по самому большому маршруту, 5 километров вот по такой дороге. Последние новости. У нас закончилась вода и нет еды. И мы все-таки идем по большому маршруту. У меня что-то у кого? Вот это иголочки. Это опасно? Конечно. Это лечебный чемп. Лечебный чемп, значит все хорошо. Еще 400 метров позади. Следующая остановка – древняя крепость. Идем? Идем. Крепость, там каньон Чертовы Ворота. Это большой, самый большой вообще круг. И мы сейчас посмотрим крепость и пойдем визит в центр. О, отлично. Добрались до вершины, вот эта крепость. Самое интересное, что взойти нельзя. Везде знаки, вход на территорию крепости запрещен, опасно обрыв. Не входить, а врыв. И вон там, где-то вдалеке, вот эта крепость, ради которой все сюда идут. Стена крепости, да. Идти два с половиной километра, чтобы видеть, что тут стена и вход запрещен. Ну, получается, сначала пошли по малому кругу. Мы его не закончили. Мы перешли на большое кольцо. Прошли вот этот вот весь путь. Мы сейчас вот здесь. Вот где-то показываешь. Где-то здесь, да? Ну, тут вот крепость, древняя крепость, мы здесь. И вот нам, получается, остался вот этот вот путь. Ну, короче, еще два с половиной километра. Отлично, отлично. Ну, вроде уже вниз идти, вниз вроде легче. Два локтя по карте. Ощущение, что я будто не потепляю. Мы куда-то спускаемся просто. И здесь, чтобы вы понимали, вот такие вот ступеньки. Они очень-очень гладкие, уже наполированные. Ну, собственно, спуск вот такой, дорога вот такая. Идти очень неудобно, даже в нормальной обуви. Я уже не говорю за то, что шлепки. Но, главное, это красивенько. Я не знала, что тут так. Слушайте, ну ради этого стоило идти вообще. Гляньте. О, какая она холодная. Она ледяная должна быть, это же горная река. Гляньте, класс. Красота. Вау, это было круто. Вообще огнище. Всё, погоди. Пить хочется капец. А что там хлюпает так? Водичка хлюпает, а пить хочется нереально. Написано выход. Ура! Ну что, наш маршрут по Самшитовой роще заканчивается. Мы уже практически на финишной прямой. Кисюлечка, наш отзыв с тобой. Так, ребят, смотрите, Самшитовая роща, но Самшит сожрали ещё в 2019 году. Это раз. Второе, на самом верху какая-то легендарная крепость, но зайти туда нельзя. К ней пройти нельзя, потому что там всё вокруг обрыв. Опасно, да, обрыв зайти нельзя. Но в целом, такой прям кардио. Это такой маршрут для людей, которые любят просто природу. То есть для тех, кто что-то хочет увидеть, конкретно какие-то там, я не знаю, сооружения или прям виды, вы этого не увидите. Здесь просто вот такая первозданная природа. Все деревья густо обвиваются мхом. Внизу река Хоста такая интересная, необычная. Холодная, да, голубая, холодная, красивая. Ну, то есть просто красивая природа. Если у вас есть день, который вы не знаете, чем занять в Сочи, съездите. Ну, как бы особо вау-вау не будет, но если вы очень любите природу, тогда вам понравится, честно. Тут редкий случай. Я думаю, вы такого ещё не видели и, наверное, увидите нескоро, когда Мося и ест шаурмешку. Это, кстати, не простая шаурма, это какая-то, типа, нормальная. Да, это ресторан Лечо Гриф. И здесь несколько видов шаурма. Сейчас мы попробуем. У меня с креветками, ухиси с цыплятами. Ну, они по полкилограмма, мы пополам поделимся. Угу. Ну, это типа ППшная. Ну, вроде как. Ну, почти, да. В хорошем составе. Да, ну-ка, давай. Сочность, конечно. Сочно? Вкусно? Рекомендует Ревизоро? Такая прям пряная. Ну, то есть, не просто соус, а прям вкусненькая. Короче, можно есть. Отлично. Мы уже прям хорошо распробовали. Смело можно рекомендовать. Вот у меня с креветкой с цигровой, там в составе авокадо. Ну, то есть, прям креветку я чувствую. То есть, много их прям. У этого шаурма полкилограмма. То есть, в принципе, можно съесть одну на два литра. То есть, она разделена как раз напополам. Вот. Одну на двоих девочек. А для пацанов как раз именно. Ну, да. Это место можно рекомендовать. Так, ребята. У нас возникла абсолютно гениальная идея. Мы с Мойской ходим каждый день, ну, там в два-три заведения просто покушать. И мы решили вам рассказывать о этих заведениях, чтобы вы знали. Называть название. Да, да, да. Потому что мы всегда там едим, жуем, рассказываем, ой, как было вкусно. Но не говорим, что это за место было. Теперь будем называть. Чтобы вы знали, в следующий раз, когда будете в Сочи, куда можно сходить, а куда ходить не стоит. Мы уже были в Красной Поляне. Кафе называлось Красная Поляна. Ресторан, да. Мы там ели шашлык в салатике. Да, мясо кушали, салаты было вкусно. Было очень вкусно. Променад мы были. Это в центре Сочи, да. Тоже вкусно. Мясо, рыба и салаты, да. Да, Люба ела рыбу, я ел люляшечку. Очень вкусно было. И вот сейчас мы ели шаурму, шаурмешный. Ну, это как типа... Лечо-гриль. Лечо-гриль, да. Ресторан неплохой такой. Мне понравилось вообще хорошее меню. В следующий раз мы еще решили, что пойдем туда и попробуем бургеры. Вкусно было прям вообще, стоит сходить. Вкладочка Сочи. Зайдите, посмотрите, если что-то пропустили. Что тебе не нравится, женщина? Это очень важно. Почему? Понял. Что тебе не нравится, не могу понять? Слушайте, говорит... Просто я когда жестикулирую руками, я просто помогаю себе речь, разговариваю. Так и я просто... А он прям... Как будто у него жесты, как вот подводником. Типа, наверное... Ну, серьезно, это удобно. Ну, типа ты разговариваешь и жестикулируешь. Мне кажется, что ты продумываешь. Серьезно? Да, ребята. Актуальные сторис у меня означаются вот так. Видите? Есть вкладочка актуальные сторис. Я говорю, держи. Есть вкладочка актуальные сторис, там в Сочи. Кстати, в актуальные... Кликайте. Кликайте в актуальные сторис. Там, кстати, в актуальные сторис, если полистать... То можно увидеть все наши сторис. Там все наши путешествия, все важные сторис. Как мы едим. В актуальные сторис полистайте, и там будут все наши сторис. Посмотрите, что нравится, лайкайте. Продолжение следует...